Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей квалификационной категории. И сегодня мы с вами поговорим о сенсорном развитии детей раннего возраста. Тема, конечно, не инновационная. Все вы так или иначе сталкивались с ней в своей профессиональной деятельности. В рамках нашего вебинара вы сможете актуализировать имеющиеся знания. А родители или молодые специалисты, возможно, услышат что-то новое, узнают, как правильно осуществлять сенсорное развитие ребенка. И буду рада, если в комментариях вы поделитесь своим опытом по данной теме. И наш вебинар не пройдет в качестве лекции, а пройдет в качестве обмена нашим опытом. Я думаю, что так будет продуктивнее. Познание ребенка окружающего мира начинается с восприятия предметов и явлений. Все другие формы познания, запоминания, мышления, воображения строятся на основе образов восприятий, являются результатом их переработки. Поэтому нормальное развитие ребенка возможно без опоры, невозможно, точнее, без опоры на полноценное восприятие. Восприятие – это непосредственное чувственное отражение действительности в сознании, способность воспринимать, различать и усваивать явления внешнего мира. Восприятие происходит при непосредственном участии органов чувств, глаз, ушей, чувствительных рецепторов кожи, слизистым ртам и носом. Но наличие органов чувств – это лишь предпосылка для восприятия окружающего мира. Для полноценного сенсорного развития необходима тренировка органов чувств с самого рождения. Только в этом случае у ребенка развивается способность тонко реагировать на сенсорные раздражители разного характера и интенсивности. Для этого очень важно предоставить ему весь спектр первых впечатлений, благодаря которым его психофизическое развитие будет происходить гораздо быстрее и эффективнее. Другими словами, необходимо активно использовать методики, которые направлены на сенсорное развитие ребенка. Давайте буквально немножко уделим наше внимание, разберемся, что же это такое. Итак, сенсорный развитие, сенсорика, буду тоже проговаривать, это процесс формирования определенных представлений о свойствах предметов, их размере, форме, цвете, положении в пространстве, вкусах, запахах и так далее. Когда малыш впервые столкнется с многообразием окружающих его форм, красок, событий, а это происходит практически в первые же дни его жизни, важно не пропустить это время. Помочь ему освоиться в этом мире и подтолкнуть к самосовершенствованию. Сенсорное развитие, направленное на формирование полноценного восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, первой ступенью которого является чувственный опыт. Успешность умственного, эстетического и нравственного воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, то есть насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. Какие же выделяются виды сенсорных ощущений? Итак, сенсорные ощущения классифицируются на визуальные, то есть зрительные, осязательные, обонятельные, слуховые, вкусовые. Именно в соответствии с ними у ребенка формируются понятия о размере, форме, цвете, звуках, вкусе, запахе. Ребенка необходимо знакомить со всем многообразием сенсорных ощущений, но при этом нельзя не признать, что сенсорные ощущения имеют разное значение для человека. Невозможно себе представить жизнь без зрительных, визуальных ощущений, ведь большая часть информации воспринимается человеком посредством органов зрения. С помощью зрения человек воспринимает внешние признаки предметов окружающего мира, их удаленность друг от друга, расположение в пространстве, читает, смотрит кино и так далее. Слух – это аудиоощущения, также важны для человека. С его помощью человек воспринимает и различает разнообразные звуки, определяет их источник и направление, слушает музыку и тому подобное. Жизнь без зрения и слуха делает человека инвалидом, потому что он не может вести полноценную жизнь. Различные осязательные ощущения, обоняние, вкус также важны для человека, но они не являются доминантными. Обоняние дарит человеку возможность насладиться приятными запахами фруктов, приправ, цветов, парфюмерии. Вкус позволяет ощутить разнообразные вкусовые качества пищевых продуктов. Однако, если вкус и обоняние недостаточно развиты, это не мешает жизни, хотя и значительно, конечно же, обедняет ее. Основными задачами сенсорного развития детей являются формирование правильных сенсорных эталонов, формирование правильных перцептивных реакций, чувственных, то есть восприятий, приобретение навыков самостоятельного применения системы эталонов и верного реагирования на перцептивные процессы. Важно понимать, что сенсорное воспитание ребенка должно учитывать его возрастные особенности. При нормальном развитии дети до 6 месяцев, как правило, наблюдают за перемещением предметов, совершают хватательные движения, проявляют интерес к ярким игрушкам и громким звукам. Со временем малыш начинает интересоваться запахами, вкусами. От года до 3 лет ребенок приобретает основные знания о признаках, окружающих его вещей. Именно в этом возрасте у него формируется понятие о формах, цвете, размерах, вкусах, запахах. На четвертом году жизни происходит усвоение главных представлений о признаках предметов, а также закрепление сенсорных эталонов. Это начало аналитического восприятия предметов и событий, окружающих ребенка. Научить ребенка обследовать предметы и различать их свойства еще недостаточно для полноценного развития восприятия. Необходимо уметь определять отношение выявленных свойств данного предмета к свойствам других предметов. Для этого существуют мерки, с помощью которых можно сравнивать предметы. Поэтому, приступая к описанию этапов сенсорного развития ребенка, нельзя не остановиться на понятии сенсорный эталон. Что это такое? Сенсорные эталоны – это общепринятые образцы внешних свойств предметов. Это понятие было предложено запорожцам, когда ученый создавал теорию формирования восприятия с помощью развития перцептивных действий. Сенсорными эталонами для детей на раннем этапе развития принято считать хроматические – это красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. И хроматические – это белый, серый, черный цвета. Кроме того, пять геометрических форм – квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, овал. Три размера, величины предметом – большой, средний, маленький. Четыре вкуса – сладкий, горький, соленый, кислый. Два температурных определения – тепло, холодно и пять типов запаха. Сладкий, горький, свежий, легкий и тяжелый. В зависимости от возраста малыша, Требования сенсорного воспитания предполагают следующие знания и умения. Для возраста примерно 1,5-2 года – это понимание и способность назвать 3-4 цвета, а также правильно подбирать по образцу. Ориентирование в размерах, то есть величинах предметов, способность разобрать и собрать трехразмерную матрешку. Умение правильно собрать цветную пирамидку из 4-6 колец разного размера. Способность правильно соотносить конфигурацию объемных фигур с плоскими. Иметь начальные навыки рисования, то есть проводить горизонтальные, вертикальные, короткие, длинные линии, а также внятно объяснять, что он нарисовал. Для возраста 2-4 лет – это понимание и способность назвать 6 цветов, а также правильно подбирать их по образцу. Ориентирование в 3-5 контрастных величинах, то есть размерах. Умение собирать цветную пирамидку из 6-8 колец разного размера. Способность правильно сформировать целый объект из 4 частей, то есть разрезной рисунок или складные кубики. Умение четко различать объемные предметы по форме. Куб, шар, пирамида и так далее. И плоские по очертанию. Квадрат, треугольник, ромб, круг. Умение рисовать в рамках листа короткие и длинные линии разного расположения. Научно доказано, что раннее сенсорное воспитание положительно влияет на уровень интеллекта и качество умственного развития ребенка в целом. Поэтому приучать малыша к сенсорной культуре нужно начинать как можно раньше. Идеальный вариант, конечно, с годовалого возраста, когда малыш наиболее любознателен и пытается все рассмотреть, потрогать, попробовать на ощупь. Но насильно, конечно же, заставлять ребенка развиваться, самосовершенствоваться в таком возрасте, естественно, нельзя. Все занятия необходимо проводить в единственно доступной для его понимания форме. Это в форме игры. Так и игра не должна утомлять малыша, иначе он быстро утратит к ней интерес. Достаточно 10-15, а в некоторых случаях даже и 5-7 минут для того, чтобы ребенок вынес из занятия что-то полезное для себя. Выстраивая работу по сенсорному воспитанию, необходимо, конечно же, учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, используя личностно ориентированный подход. Итак, давайте более подробно остановимся с вами на методах сенсорного развития детей раннего возраста. Итак, первое, о чем мы поговорим с вами, это развитие зрительного восприятия. Зрение – одно из пяти внешних чувств, органом которого, все мы знаем, является глаз. Зрение позволяет воспринимать видимые свойства, предметов и явлений. Именно при помощи зрения человек получает большую часть информации из внешнего мира. В рамках сенсорного развития детей раннего возраста знакомят с такими свойствами предметов и явлений, как цвет, форма, величина, количество, положение в пространстве. Также проводится работа по обучению детей целостному восприятию образов предметов. Изолированное восприятие свойств предметов учит малышей выделять и дифференцировать их, а затем использовать эти знания в процессе занятий, продуктивными видами деятельности и также в повседневной жизни. Когда дети научатся воспринимать и различать отдельные свойства предметов, становится возможным изучение совокупности их свойств. И поговорим о свете. С такими явлениями, как свет и темнота, дети сталкиваются каждый день, но делают это неосознанно, принимая их как данность. Специально обращая внимание детей на эти явления, можно обогатить их восприятие новыми впечатлениями, расширить представление об окружающем мире. Кроме того, веселые занятия и игры помогут малышам преодолеть страх перед темнотой. Игры, которые хочу предложить вашему вниманию, лучше проводить в свободное от занятий время во второй половине дня. И первая игра – это «Пляшущие тени». Целью этой игры является развитие зрительных ощущений, формирование представления о свете и темноте. И эта игра проводится на прогулке в солнечную погоду. Обратите внимание малышей на то, что их тела отбрасывают тени на земле. Предложите детям подвигаться, лучше стоя на ровной поверхности. И понаблюдать за тем, как тень на асфальте повторяет их движения. Можно обратить внимание детей на то, что тени в разное время суток разные, короткие или длинные. Следующее – это «Гуляем в темноте». Целью является развитие зрительных ощущений, формирование представления о темноте. Это занятие лучше проводить в зимнее время суток, когда день короткий. Когда стемнеет, предложите детям погулять. Можно по групповой комнате или на площадке. Давайте погуляем в темноте. Это не страшно. Пусть малыши возьмутся за руки и начнут свое путешествие. Когда глаза детей привыкнут к темноте, попросите их рассказать, что они видят. По окончании игры предложите малышам рассказать о том, когда и где бывает темно, светло. Некоторые дети боятся темноты. И здесь на помощь приходит сказкотерапия. Прочитайте и обсудите с детьми, например, терапевтическую сказку «Тимошка и темнота». Следующее упражнение – это «Тени на стене». Целью этого упражнения является развитие зрительных ощущений, формирование представлений о свете и темноте. И нам понадобится настольная лампа. Когда стемнеет, включите настольную лампу, направьте ее свет на стену, лучше светло-однотонной окраски, и покажите малышам несколько простых фигур. Например, дерево. Поднимите прямую руку вверх, растопырьте пальцем, пошевелите пальцами, покачайте руки из стороны в сторону. Подул ветер и дерево закачалось. Собакам соедините вместе выпрямленные пальцы, двигая и раздвигая средние и безымянные пальцы. Или мизинец. То есть изобразите, как лает собачка. Или, например, упражнение «Птица». Выпрямленные ладони, рук скрестите в районе запястья, и получится у нас птица с расправленными крыльями. Двигая руками вверх и вниз, изобразите, как летит птица. С помощью такого рода фигуры можно разыграть настоящий спектакль теней. Упражнение «Как образуется тень». Целью этого упражнения является понять, как образуется тень, ее зависимость от источника света и предмета, а также их взаимоположения. И ход работы будет следующий. Первое. Показать детям теневой театр, выяснить, все ли предметы дают тень. Не дают тень прозрачные предметы, так как пропускают через себя свет. Дают тень только темные предметы, так как меньше отражаются лучи света. Второе. Уличные тени. Рассмотрим, предлагайте рассмотреть тень на улице, днем от солнца, вечером от фонарей и утром от различных предметов. Помещение от предметов разной степени прозрачности. И делается вывод, что тень появляется, когда есть источник света. Тень – это темное пятно, световые лучи не могут пройти сквозь предмет. От самого себя может быть несколько теней, если рядом несколько источников света. Лучи солнцем встречают преграду дерева, поэтому от дерева тень. Чем прозрачнее предмет, тем тень светлее. В тени прохладнее, чем на солнце. Или еще вариант уже опытной экспериментальной деятельности. Нам с вами понадобится настольная лампа, фонарик, игрушка, например, машинка. Пусть будет фигура животного, вырезана из картона, например, собачка. И нужно поставить фигуру собачки между экраном и источником света. Попеременно приближать фигуру то к стене, то к свету. То же самое можно сделать с игрушкой-машинкой. И какой же мы увидим с вами результат. Чем ближе игрушка к фонарю, тем больше ее тень на экране. Чем дальше фигурка от фонаря, тем меньше будет ее тень. И какой делается вывод? Если какой-нибудь предмет преграждает путь световому лучу, за ним образуется тень. Лучи от источника расходятся веером, поэтому если предмет расположен близко к источнику света, он загораживает меньше света. И тень от него будет маленькой. Следующим значимым свойством объекта окружающего мира является цвет. Его нельзя выделить практическим путем в ходе действий с предметами, как, например, форму или величину. К тому же цвет не всегда напрямую влияет на сущность предметов или их функцию. Тем не менее, это то свойство, которое первым обращает на себя внимание. Позволяет выделить объект среди других и запомнить его. Знакомство малышей с цветом надо начинать с четырех основных цветов. Красного, желтого, зеленого и синего. Только после того, как дети научатся без труда узнавать и различать эти цвета, а также называть их, можно знакомить их с белым, черным, оранжевым и фиолетовым цветами. В процессе знакомства детей с цветом можно выделить следующие этапы. Первое – это сравнение предметов по цвету. Здесь без называния. Практическое соотнесение сначала – это сравнение предметов при их непосредственном сближении. Этот кубик такой? Правильно, такой. Нет, не такой. Дальше зрительное соотнесение. Восприятие цвета на расстоянии. Дай такой кубик. Найди такой же по цвету. Взрослый показывает образец цвета и просит ребенка найти предметы. Извините, пожалуйста. И просит найти предметы или картинки такого же цвета. Образец остается у взрослого. Малыш учится воспринимать цвет не только реальных предметов, но и также фигур и картинок. На этих этапах обучения знанию цветов спектра взрослые не требуют знания названий цвета от ребенка. И сам называет цвета после выполнения ребенком задания. Следующий этап – это уже называние цвета. Идет закрепление представлений о цвете в слове названия. Ребенок не только различает цвета, но и определяет их по названию, а в последующем называет их уже сам. Взрослый на занятии многократно повторяет название цветов, побуждая ребенка повторить и запомнить их. Дай красный кубик. А этот кубик какой по цвету? Правильно, синий. Изучать цвета и закреплять знания о цветах можно несколькими разными способами. Используя специальные дидактические игрушки и игры, направленные на изучение цветов. Цветные пирамидки, цветное лото и так далее. Рассматривая и сравнивая по цвету реальные предметы, игрушки, овощи, фрукты, одежду и прочее. Рассматривая картинки в книжках, процессе занятий, продуктивными видами деятельности, рисованием, лепкой, аппликацией. А также предлагая малышу разнообразные обучающие раскраски. Следующее, о чем бы я хотела рассказать, это игры. Итак, первая игра «Разноцветные палочки». Цель этой игры – учить различать цвета по принципам «такой», «не такой». Сортировать предметы по цвету. И нам с вами понадобятся счетные палочки двух контрастных цветов по пять штук каждого цвета. Высыпьте перед ребенком счетные палочки и предложите разделить их на две кучки. Покажите, как следует раскладывать палочки, комментируя свои действия. Давай разложим палочки на две кучки. Сюда все такие, а сюда все такие. Продолжай. Когда ребенок выполнит задание, прокомментируйте результат, называя цвет палочек. Молодец, ты отлично справился. Сюда положил все красные палочки, а сюда все зеленые. Дальше, следующий вариант предыдущей игры обыгрывается уже сюжетом. Например, животные рассыпали свои палочки. Помоги каждому из них найти свои. Для этой игры можно использовать палочки кюзинера. Если их нет, то не беда. Можно взять обычные палочки от мороженого, выкрасить их в основные цвета красками. И предложить ребенку различать все палочки, разложить, точнее даже получится, палочки по коробкам своего цвета. Педагог рассматривает палочки, обращает при этом внимание детей на то, что цвет палочки и коробки совпадают такой же. Затем дети выполняют задание. Следующая игра «Бегите ко мне». Целью этой игры является обучение детей нахождению предмета определенного цвета по образцу, то есть зрительное соотнесение и также развитие внимания. Нам с вами понадобятся флажки разных цветов или большие и маленькие картонные квадраты разных цветов. Желательно двусторонние, чтобы были. Раздайте детям флажки трех цветов и предложите побегать с ними по комнате. Затем поднимите красный флажок и громко скажите «Бегите ко мне». Дети с красными флажками должны подбежать к вам и поднять их вверх. В следующий раз поднимите флажок другого уже цвета. Эту игру можно усложнять, постепенно увеличивая количество флажков до 4-6 цветов. Или поднимая два флажка одновременно. Следующая игра «Подбери пару по цвету». Разложите на столе картинки. Красный и синий домики. Красный и, например, синяя машинка. Предложите малышу подобрать пары по цвету. Посмотри, это домики, а это машинки. Машинки едут к своим домикам. Подбери каждому домику свою машинку. Приложите карточки с изображением красного домика к картинку с изображением синей машинки. Такая картинка? Нет, не такая. Приложите красному домику красную машинку. Такая картинка? Да, такая. Красный домик и красная машинка. А вот синий домик и синяя машинка. Помогите приложить картинки друг к другу для сравнения цвета, а затем положить рядом на столе. Называйте цвета только в конце игры. Игру можно продолжать с другими картинками, постепенно увеличивая количество цветов в игре. Следующая игра. Найди цветок для бабочки. Для игры нужны вырезанные из картона фигурки цветов и бабочек красного, синего, желтого, зеленого цвета. В качестве бабочек можно использовать камешки Марблс. Разложите цветы на столе и предложите малышу помочь бабочкам найти свои цветы. Посади бабочку на такой цветок, чтобы ее не было видно и никто не смог ее поймать, увидеть, найти и так далее. После выполнения ребенком задания подведите итог и назовите цвета. Желтая бабочка села на желтый цветок. Синяя бабочка села на синий цветок и так далее. Все бабочки спрятались. Ты молодец. Также попросите ребенка найти предмет по названию цвета. Найди красную бабочку. А где синий цветок? Покажи. В дальнейшем можно добавлять фигурки других цветов. А можно взять камешки Марблс в виде различных цветных фигур и попросить малыша разложить эти предметы в соответствующие по цвету тарелки. Или можно попросить ребенка развесить одежду куклы. Я делаю ее из фетра, развешиваю на веревке, выбрав прищепку соответствующего цвета. Вообще я люблю очень использовать игры с прищепками. Они многофункциональны, нравятся детям. И вы можете скачать этот материал, который я предоставляю. В материале для скачивания найдете игры с прищепками, направленные на закрепление знаний цветов. Следующая игра это «Собери гирлянду». Педагог дает детям образец части гирлянды, на которой дано определение, чередование цветов. Детям нужно продолжить эту гирлянду. Составляющие такой гирлянды могут быть различными. Пуговицы, деревянные бусины и так далее. Следующий это цветной диктант. В этой игре малыши учатся подбирать картинку по цвету, ориентируясь на слово-название цвета. Составлять ряд картинок под диктовку. Например, разноцветные машинки. Разноцветные машинки выезжают на дорогу. Давай расставим машинки в ряд. Сначала на дорогу выезжает желтая машинка. Вот так. За ней едет красная машинка. Найди красную машинку и положи картинку рядом с желтой. Следом едет синяя машинка и так далее. При необходимости помогите ребенку разложить карточки в ряд, на столе или на полу. Качество цветов в этой игре можно постепенно увеличивать. Таким же образом можно играть с другими картинками. Можно сделать улицу из разноцветных домиков, посадить на клумбу разноцветные цветочки, построить ряд разноцветных гномиков. Можно взять не карточки, а игрушечные машинки или домики разных цветов и разыграть целый сюжет. А можно вообще устроить настоящее веселье. На прогулке взрослые делают вместе с детьми фигурки из снега. Снеговики, черепашки, колобки, снежный городок из маленьких комков снега. Затем в теплой, подкрашенной водой, в брызгалках дети раскрашивают фигурки из снега. Еще в своей практической деятельности я использую игры на липучках. Детям очень нравится такой вариант игр в рассылке. Вы также можете скачать варианты игр с липучками. Кроме того, я использую в работе по изучению и закреплению знания цветов мультфильма. Они есть в свободном доступе в сети интернет. Также еще использую игры с водой, красками, камешки Марблс, фрута-крышки. И вариант использования фрута-крышек перед вами на экране. Поэтому ничего не выбрасываем, все пригодится в работе. У меня уже ребенок вырос, поэтому я прошу своих знакомых, у кого маленькие дети, чтобы они не выбрасывали фрута-крышки и мне отдавали. Таким образом пополняю свою коллекцию. Следующая – это форма. Поговорим о ней. Форма – это внешние очертания, наружный вид предмета. Все материальные объекты окружающего мира имеют ту или иную внешнюю видимую форму, которая может быть простой или сложной, то есть состоящей из нескольких простых форм. Причем форма может быть как узнаваемой, близкой к эталону, так и оригинальной. Говоря о сенсорных эталонах форма, следует различать плоские – это круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, трапеция, многоугольник. И объемные геометрические тела – это шар, куб, параллепипед, кирпичик, эллипсоид, внецу обозначаем, цилиндр, конус. Сначала малыши знакомят с простыми фигурами – кругом и квадратом, помогают им сравнивать фигуры. Круг гладкий, ровный, а у квадрата есть стороны, углы. Показывают, как обвести контур фигур пальцем. Когда малыши усвоят эти формы, их знакомят с треугольником, прямоугольником и овалом. Параллельно можно дать детям представление об объемных геометрических телах шаре и кубе, а затем уже о параллепипеде – кирпичик и эллипсоиде неичка. В процессе знакомства детей с формой предметов выделяют следующие этапы. Это первый этап – практические действия. Для того, чтобы ребенок мог практическим путем определить форму предмета, используют специальные дидактические игрушки, в ходе действий, с которыми малыш начинает понимать, что от умения определять форму зависит результат игры. Здесь я, например, использую доски Сегина в рамке Монте-Сори, почтовый ящик – это коробка с отверстиями в разной форме и так далее. Второй этап – сравнение предметов. Здесь ребенок сравнивает предметы по форме такой, не такой, не называя ее. Дальше уже следующий, третий этап – это зрительное восприятие форма. На этом этапе ребенок знакомится с эталонами плоских геометрических фигур, позже и с объемными геометрическими телами, без практических действий с ними и запоминания их названий. И четвертый этап – это запоминание эталонов геометрических форм и их названий, использование этих уже знаний в различных ситуациях. Этот этап выходит за рамки уже раннего возраста и изучается после трех лет в дошкольном возрасте. Изучать геометрические формы, воспринимать и различать формы, запоминать их внешний вид и название, а также закреплять знания о формах можно несколькими способами. Это используя специальные дидактические игрушки, в основе которых заложен принцип ориентировки на форму, практическое знакомство с формой, рассматривая, изучая эталоны форм, плоские геометрические фигуры и объемные тела. Используя специальные дидактические настольные игры, например, геометрическое лото, пособия, обучающие книжки с заданиями, наклейками, направленные на изучение формы. В настоящее время таких игр и книг достаточно в продаже. Рисуя вместе с ребенком простые изображения формы, выкладывая и создавая из них, из их, и создавая их в разных предметов и материалов. В процессе занятия продуктивными видами деятельности, рисованием, лепкой, аппликацией. Следующее, хотела бы представить вашему вниманию рамки Монте-Сори. Я думаю, что вы, в принципе, с ними знакомы. Представляют собой плоские, чаще деревянные, рамки с прорезями. Видим разных фигур и вкладыши к ним. Вкладыши отличаются от рамок цвета. Предложите малышу 2-3 рамки. Попросите найти вкладыши к ним среди других и вставить их на место. Можно предложить игру «Закрой окошко». Предлагайте вначале самые простые формы. Круг, квадрат, треугольник. Количество рамок увеличивайте постепенно. Дальше доска Сегина. Это доска с углублениями. Разные формы для вкладывания плоских фигурок. Деревянных, можно встретить из толстого картона или пластмассовых. Соответствующих по форме прорези. Помимо простых, геометрических фигур могут быть доски с фигурами животных, предметов. Либо картинки, которые складываются из нескольких геометрических форм. Выйдьте фигуры из углублений и предложите малышу снова вставить их на места. Найти в каждой фигуре домик. Следующий – это почтовый ящик. Думаю, что вы также знакомы и используете в своей работе. Еще вариант – это сортеры различные. Они могут быть. Это основа со стержнями разной формы. Да, согласно Воскобовича, шикарные пособия. И мы уже разговаривали тоже о них. Это основа со стержнями разной формы, на которые надеваются фигурки с прорезями соответствующей формы. Цвет стержней и фигурок может совпадать, что является подсказкой и помогает ребенку рассортировать фигурки по формам. Предложите малышу сначала снять фигурки со стержней, затем перемешать между собой и снова надеть на стержни. Знакомство с геометрическими фигурами. В этой игре используются разноцветные большие и маленькие фигурки. Сначала покажите малышу круг, предложите обвести фигурку по контуру пальчиком. Нарисовать круг указательным пальчиком в воздухе или на столе. Затем познакомьте ребенка с квадратом. Предложите обвести его пальчиком, нарисовать в воздухе или на столе. Посмотри, это круг. Он круглый, с ровными краями. А это квадрат. Так, смотри, у него есть уголки. Натронься до них. А теперь давай нарисуем круг пальчиком в воздухе. Вот так. Теперь давай с тобой нарисуем квадрат. В ходе дальнейшего знакомства с геометрическими фигурами, таким же образом познакомьте ребенка с остальными формами. Треугольником, прямоугольником, овалом, трапецией. Игра «Найди». Да, презентация доступна для скачивания. Следующее. «Найди предмет такой же формы». Дети выделяют форму в конкретных предметах окружающей обстановки, пользуясь геометрическими образцами. На одном столе геометрические фигуры. Попозже, тогда в конце рубинара. Хорошо, мы еще это обсудим, чтобы сейчас не отвлекаться. Времени уже не очень много, а хочется очень много рассказать. Например, круг и предметы круглой формы. Мяч, тарелка, спасибо, пуговица и так далее. Овал и предметы овальной формы. Яйцо, огурец, желудь и тому подобное. Игра «Где круг, а где квадрат». Приготовьте пять кругов, пять квадратов, перемешайте их, попросите ребенка распределить фигуры на две группы. Игра «Какая фигура лишняя». Ребенку предлагают различные наборы из четырех геометрических фигур. Например, три четырехугольника и один треугольник. Три овала и один круг и так далее. Требуется определить лишнюю фигуру, объяснить принцип исключения и принцип группировки. Геометрический диктант очень я люблю, и дети тоже в восторге мои. В этой игре малыш учится подбирать фигурки, ориентируясь на слово-название форма. Составлять ряд фигурок под диктовку. Например, давай сделаем с тобой геометрический поезд из разноцветных фигурок. Сначала едет круг, за ним треугольник. Положи его рядом с кругом. Дальше едет квадрат и так далее. При необходимости помогите ребенку разложить картонные фигурки в ряд на столе или на полу. Сначала используйте фигурки одного цвета, а уже в дальнейшем, соответственно, разных цветов. В рамках экспериментальной деятельности можно предложить следующие опыты. Например, замораживание воды в формах. Игры с песком, с водой, глиной, пластилином, мыльные пузыри, воздушные шары. Да, я же фотографии предлагаю вам, но проговариваю, что сначала одного цвета, а затем уже разных цветов. В соответствии с этапами идем. Итак, дальше. Следующее – это знакомство с величиной. Выделяют следующие этапы изучения величины. Практическое соотнесение, зрительное соотнесение и называние. Практическое соотнесение – это сравнение предметов при их непосредственном сближении. Приложение, наложение друг на друга. Правильно, неправильно. Такой, не такой. Таким способом можно сравнивать небольшие по величине предметы и игрушки, и их детали. Чтобы ребенок практическим путем выделил форму предметов, используются подходящие предметы. Кастрюли, например, разной величины с крышками игрушечными, имею в виду. Большие, маленькие пакеты и тому подобное. Специальные игрушки, вкладыши, пирамидки, матрешки. Действуя с такими игрушками, малыш начинает понимать, что от умения определять величину зависит результат его игры. Дальше – зрительное соотнесение и уже называние. Сравнивать предметы по величине можно разными способами. Также используя специальные дидактические игрушки, принцип действия которых ориентирован на величину. Рассматривая и сравнивая по величине разные предметы – помещения, на улице. Используя специальные дидактические игры и пособия, а также книжки с заданиями и наклейками, направленные на изучение величины. И также в процессе занятий продуктивными видами деятельности – рисованием, лепкой аппликации. Знакомство малыша с величиной должно происходить постепенно. В начале работы следует познакомить ребенка с общим определением величины. Большой, маленький, больше, меньше, одинаковый, такой же по величине. В дошкольном возрасте, помимо общего определения, добавляются уже более частные. Длинный, короткий, высокий, низкий, широкий, узкий. Что можно предложить? Это вкладыши. Представляют собой разноцветные емкости разной величины, которые с одной стороны можно вкладывать друг в друга, а с другой перевернуть их и построить из них башенку. И вкладыши бывают разной формы, перед вами круглые, но есть и квадратные, разные, и различного цвета. Сделаны могут быть как из пластмассы, так и из дерева. Предложите малышу сначала разобрать вкладыши, поиграть с ними. Постепенно манипулируясь частями игрушки, малыш учится складывать их друг в друга, чтобы не осталось лишних. И складывать один на другой в виде башенки. И количество используемых в игре вкладышей постепенно увеличиваем. Всем известная матрешка. Не буду долго про нее говорить. Дальше пирамидка. Также всем знакомая. Следующие игры, на которых я хотела бы остановиться, более подробно рассказать. Например, игра латон. Цель ее является учить определять зрительно предметы, резко различающиеся по величине. Соединять зрительный образ со словом. Им понадобятся большие карточки с изображением двух предметов. Каждый представлен двумя величинами. Большой и маленький. Предметы расположены на карточках по-разному. Например, большой дом, маленький дом, маленькое дерево, большое дерево и так далее. Следующая это сортировка по величине. Используем карточки с изображением больших и маленьких предметов и две коробки. Большая и маленькая. Перемешиваем карточки между собой и просим разложить на столе или на полу. И попросите ребенка рассортировать картинки по величине. Дальше. Разноцветные кружки. Предлагается положить кружки друг на друга по порядку, начиная от самого большого. Так, чтобы был виден цвет каждого последующего кружка. Назвать цвета. И варианты еще собрать одновременно две стопки кружков по разным параметрам. Одну по убывающей величине, другую по возрастающей величине. Следующее знакомство у нас с количеством. Знакомство с элементарным количеством целесообразно начинать в рамках сенсорного развития малыша. Под понятием элементарное количество мы подразумеваем восприятие количества без пересчета. И практическое знакомство с такими понятиями, как один, мало, много, одинаково или поровну, больше, меньше, пара. Это уже позже. Знакомство с этими понятиями еще не является, собственно, математикой, становится важной предпосылкой изучения математики в дальнейшем. И здесь мы обыгрываем занятия, придумываем для заданий интересные сюжеты. Необходимо использовать во время занятий различные подходящие предметы, игрушки, а также наборы для счета, например, счетные палочки, геометрические фигурки, яблоки, грибочки и другие маленькие предметы и картонные фигуры. В будущем уже их можно будет использовать во время обучения счету на занятиях математикой. Необходимо во время занятия многократно повторять словесное обозначение элементарного количества. Один, мало, много, поровну, одинаково, больше, меньше, пара. Помогают нам еще в этом жесты указательные, когда мы показываем один или обводящий, когда мы говорим много. Задания по изучению элементарного количества включают в себя практическое восприятие элементарного количества, то есть занятия с использованием предметов и игрушек, которыми можно манипулировать практически, то есть потрогать, переложить. Во-вторых, это использование цветных картонных фигурок, которыми также можно манипулировать, трогать, перекладывать, группировать, выкладывать в ряд, но при этом они являются заменителями реальных предметов. И, наконец, в-третьих, графические задания, в которых ребенок знакомится с количеством, выполняя задания на бумаге, рисуя и дорисовывая детали заданий. Советую закреплять знания об элементарном количестве, используя различные ситуации. Например, во время еды, на прогулке, если смотрят нас родители, то в транспорте и тому подобное. Например, игра один много. Для игры нужны мелкие предметы, пластмассовые шарики, бусины, игрушки из шоколадных яиц. Я не выбрасываю тоже, все это идет в работу. Камешки, марбл, пуговицы. Интересные пуговицы в виде различных предметов. Я покупала на Алиэкспресс. И так далее. Предложите малышу спрятать в ладошке сначала один предмет, а потом много предметов, таких же предметов. Возьми один шарик, спрячь шарик в ладошке. Не видно шарика. А теперь возьми много шариков, спрячь шарики в ладошке. Не получается. Помогите малышу делать вывод из происходящего. Один шарик помещается в ладошке, а много шариков не помещаются в ладошке. Много-мало. Здесь нам с вами понадобятся две игрушечные грузовые машинки разного размера, несколько кубиков. И данная математическая игра происходит следующим образом. Вместе с малышом погрузите маленькую машинку 3 кубика, а большую машинку 5 кубиков. Покажите ребенку, что в одной мало кубиков, а в другой много. Скажите, давай отвезем кубики мишки. Отвезите кубики мишки, выгрузите из большой машины. Вот тебе, мишка, много кубиков. Затем выгрузите из маленькой, а тут мало. В следующий раз погрузите в маленькую машинку много кубиков, уже 4-5, а в большую поменьше, 2-3, например, кубика. И покажите ребенку, что теперь в большой машине мало кубиков, а в маленькой много. И можно предложить ребенку сделать так, чтобы в обеих машинах кубиков было поровну. Скажите, одинаково, поровну. В одну из машин любую положите еще 2 кубика, покажите. Теперь здесь больше. И добавляем разное количество кубиков в машинке. Можно несколько раз смотреть с малышом, где больше, а где меньше. Песочница. Прекрасный материал для работы. Берем ведерки одинаковые и разного размера. Сапки. Играем с песком и по тому же принципу. Или угостим белочек грибочками. Также предлагаем угостить белочек грибочками. Работаем здесь. Помимо зрительного восприятия, мы еще работаем и со слуховым восприятием у детей раннего возраста. И буквально кратко, что могу предложить. Например, игра звуки дома. Находясь в помещении, если родители слушают о квартире, прислушайтесь вместе с ребенком к звукам. Например, тиканье часов, звон посуды, скрип двери или шум воды. Бульканье супа можно взять, шипение котлеты на сковороде. Звукам, которые издают различные бытовые приборы. Жужжание пылесоса, шипение закипающего чайника, гудение компьютера и прочее. Поскольку все-таки, я думаю, что у нас здесь большинство педагогов, то есть бесплатная компьютерная игра, где мы с вами не будем собирать и часы, и посуду тут все в одну кучу. Можно предложить детям поиграть в эту компьютерную игру. Детям предлагается прослушать различные звуки, которые издают те или иные бытовые приборы. И затем уже закрыть глаза и на слух отгадать, какой звучал бытовой прибор и тому подобное. Можно предложить детям поиграть с музыкальными инструментами. Или, например, игра «Кто как кричит». Даем картинки с изображением животных, либо игрушки. Взрослый раскладывает подчередно перед ребенком картинки и демонстрирует соответствующее звукоподражание. И затем говорит «Будем играть». Педагог произносит звукоподражание, а ребенок находит соответствующую картинку. Кроме того, мы еще работаем с осязанием. Тоже очень важно. Осязание в чистом виде даст лишь частичную информацию об окружающем мире. И встречается редко в случае, если человек находится в полной темноте и тишине, либо у него проблемы со зрением и слухом. В обычных случаях осязание является источником дополнительной информации к той, что получено посредством зрения и слуха. И что здесь можно предложить? Известная игра «Чудесный мешочек», где мы в непрозрачный мешочек кладем предметы разной формы, величины, факторы, игрушки, геометрические фигуры, тела, пластмассовые буквы, цифры и так далее. Ребенку предлагается на ощупь, не заглядывая в мешочек, найти нужный предмет. «Узнай фигуру». На столе раскладываем геометрические фигуры, одинаковые с теми, которые лежат в мешочке. Педагог показывает любую фигуру и просит ребенка достать из мешочка такую же. Догадайся, что за предмет. И так далее. Следующее это... А, вот еще хотела показать вашему внюаню, предложить. Это вот такие мячики-тактилики. Очень нравятся они детям, они всегда в восторге. Я предлагаю им потрогать эти мячики и затем закрыть глаза. Дети закрывают глаза, предлагают какой-либо мяч потрогать, и затем они открывают глаза и пытаются найти из множества тот, который был у них в руках. Еще это переливание воды. Мы здесь знакомим детей со свойствами жидкости. И нам понадобится лейка, воронка, емкости разного объема, банки, чашки, бутылки, вода, большой таз, тряпки. И предложите детям поиграть с водой, по очереди опустить руки в воду и поводить ими из стороны в сторону. И затем попросите малышей рассказать, какая, по их мнению, вода. Мокрая, подвижная, прохладная, журчащая и тому подобное. Дайте детям различные емкости, воронку, лейку. Предложите малышам перелить воду из таза в емкости. Кроме того, еще работаем с вкусовым восприятием. Здесь предлагаю порезать кубиками овощи, фрукты. Каждый кубик и ягоду проткните зубочисткой и разложите на подносе. Ребенку с завязанными глазами предлагаем попробовать что-либо, понюхать, пусть понюхает и скушает. По запаху он должен определить вкус, точнее фрукт это или овощ, а по вкусу сказать, что он съел. Эта игра тренирует вкус, зрение, обоняние и так далее. Вестибулярные ощущения. Вот их развитие зависит умение ребенка держать равновесие, управлять своим телом. Очень важно, чтобы малыш катался на каруселях, качелях, прыгал на батуте, лазал по шведской стенке, бегал, кувыркался. Развитие вестибулярных ощущений и общей моторики имеет крайне важное значение для развития ребенка. И поскольку мало времени, поэтому не получается очень подробно останавливаться на этом. Если у вас есть желание, если вам интересна эта тема, то напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы мы могли озвучить на ближайших вебинарах. Здесь, конечно, очень хорошо использовать мышечковую симуляцию. Это доска Бельгоу. Возможно, вы уже видели, что она из себя представляет. И очень долго можно рассказывать об этом. Сейчас уже времени нет. Итак, и еще работаем с обонянием. На прогулке предлагайте малышу понюхать цветы, траву, кору деревьев. Отгадывайте по запаху предметы, продукты. Учитесь классифицировать их на съедобные и несъедобные. Можно зажечь ароматическую палочку. Но здесь имейте в виду, что у некоторых детей возможны аллергические реакции. Поэтому очень аккуратно создайте коллекцию пищевых ароматов. Разложив специи по баночкам. Ищите одинаковые. Единственное, и помню, конечно же, здесь про эти наши аллергические реакции, которые могут присутствовать. Хорошо, спасибо. Игры достаточно простые. Не нужно быть даже педагогом, чтобы их организовать. А эффекты не заставят себя ждать. Сенсорное развитие малыша будет проходить всесторонне и качественнее. Сенсорное развитие детей раннего возраста – залог их счастливого будущего. Докапливая чувственный опыт, ребенок подготавливает почву для успешного интеллектуального развития. Открывает собственные таланты, развивает речь и учится взаимодействовать с окружающими людьми. Спасибо за внимание. Спасибо за ваши отзывы. Очень приятно. Рада, что вебинар оказался полезным. Ждем вас на наших следующих вебинарах.